Калужский благотворительный фонд волонтеры детям стал победителем второго конкурса президентских грантов. Главная задача фонда – помощь детям в больницах, лишенным попечения родителей и всем тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Эта программа интересна, в студии Андрей Ткачев. Здравствуйте! И подробнее о работе фонда волонтеры детям нам расскажет его исполнительный директор Екатерина Каратаева. Екатерина, здравствуйте! И сразу первый вопрос. Расскажите, а что из себя представляет фонд волонтеры детям? Как появилась идея для того, чтобы создать такой фонд? Здравствуйте! Идея фонда возникла у активистов-волонтеров, которые помогали детям-отказникам в калужских больницах. И для того, чтобы вывести эту работу на более системный уровень, фонд в 2010 году был зарегистрирован. И с тех пор, собственно, вот уже больше десятка лет мы работаем сначала в статусе волонтеров, потому что были только волонтеры, теперь уже в статусе штатных единиц на развитие помощи детям и семьям. Вы говорите детям-отказникам. А по какой причине отказывали, хочется понять? Это сложный вопрос. Дело в том, что мы видели, что в больницах лежат дети, которым не приходит ни мама, ни папа, и медицинских кадров не хватает для того, чтобы ухаживать за ними. А у нас, образно говоря, разрывалось сердце и хотелось помочь. Причины, по которым отказывают, разнообразные. Есть люди в социально опасном положении находятся, и у них, конечно, они даже не мыслят категориями, что можно ребенка, хоть и сложно, но родившегося ребенка продолжать растить. Есть службы, которые могут помочь в этом. Такие, в частности, как мы, как органы социальной защиты и опеки. Сложно сказать. Какие сейчас у фонда основные направления работы? Какая стоит, скажем так, главная задача? Сейчас у нас одно векторное главное направление – это помощь детям с ментальными нарушениями развития. То есть много лет, уже порядка семи лет, мы на базе нашего центра обилитации «Попутный ветер» оказываем бесплатные услуги по коррекции и закрытию дефицитов тех нарушений, которые есть у детей. Главным образом мы сейчас взяли фокус такой на группу с двух до десяти лет, потому что это период, который наиболее благоприятен для оказания помощи детям с нарушениями. И в этот период очень много можно чего-то сделать, чтобы поменять ситуацию в корне. Второе направление нашей работы – программа «Дети в беде». Эта программа помогает семье и ребенку в моменте, когда им необходима помощь. Ну вот, к примеру, при таком диагнозе, как гидроцефалия. И мы совместно с областной детской клинической больницей устанавливаем высокотехнологичное оборудование ребенку, и он может жить, но если не полноценной жизнью, то очень близко к полноценной жизни, и качество жизни у него практически не теряется. То есть это тот момент, когда мы организовываем информационные кампании по сбору средств для того, чтобы купить шунт именно той необходимой конфигурации, которая нужна конкретному ребенку. И мы считаем, что таких шунтов уже очень много за эти годы прошло, таких детей. У нас закуплено шунтов, и детей прошло, ну, мы считали, порядка пятидесяти. Эти дети живы. Это, наверное, огромные суммы денег были собраны. Ну, каждый шунт, да, сейчас мы начинали с 60 тысяч рублей, сейчас он стоит порядка 150 тысяч рублей. И когда семья не может позволить себе такие расходы, потому что до этого уже, как правило, проходится многочисленное обследование, и требуется еще материальное вложение для того, чтобы помогать ребенку, фонд при наличии вот этих факторов оказывает помощь. Вы упомянули Центр Попутный Ветер. Это какой-то отдельный проект или это как дочерняя, скажем так, организация фонда? Центр Попутный Ветер, юридически говоря, это проект большой фонда. Он работает в рамках программы развития и реабилитации детей. И в рамках этого проекта мы оказываем помощь детям, как я уже сказала, с ментальными нарушениями, с ментальными особенностями. И очень хочется, чтобы дети, даже те, которые находятся в пограничном состоянии, скажем так, есть у них какие-то дефициты, ребенок не откликается на собственное имя, ребенок не смотрит в глаза, очень мало коммуницирует с окружающими. И в эти моменты, когда он попадает к нам в раннем возрасте, мы все это можем скомпенсировать, мы все это можем максимально поправить. И вот эта вот часть, да, не вести ребенка в инвалидизацию, когда уже выставлен официальный диагноз, а на раннем этапе оказать максимальную помощь, возможно, чтобы он этой инвалидизации избежал. Вот в этом я вижу большую ценность, и те партнеры, которых мы привлекаем из бизнеса, и те партнеры в качестве грантовых грантодателей, мы описываем вот эти вещи, и все понимают действительно важность этой работы. Вы много говорите о детях с ментальными особенностями, но, возможно, есть и еще другие дети, которые нуждаются в вашей поддержке. Вот каким-то еще категориям детей вы сейчас помогаете? В прошлом году фонд значительную часть помощи направил на помощь семьям переселенцев. То есть это люди, которые приехали из Донецка и Луганской народных республик, и мы одевали их к школе полностью. То есть им были выданы сертификаты на 12 тысяч рублей, чтобы каждому ребенку, чтобы ребенка могли одеть, обуть, и он не чувствовал себя в какой-то степени ущемленный, так как эти люди проживают в пунктах временного размещения, и, конечно, им помощь необходима. Сейчас мы планируем с переселенцами из Белгородской области, ребятами, которые живут в лагерях, серию мастер-классов. Ну, мы еще, конечно, посмотрим. Может быть, там и психологи нужны. По запросу будем работать. Сейчас мы этот прицел тоже держим. Надеемся, что людям, которые, детям, которые пострадали, и совершенно ни в чем не виноваты, это наши соотечественники, мы тоже сможем оказать такую помощь. Ну, это бесспорно благое дело. А вот, если можно так сказать, с какими категориями детей работать наиболее трудно? Вы знаете, если профессионально, то работать нетрудно. Тут все равно есть эмоциональный момент, когда ребенок в сложной ситуации, допустим, онкологический диагноз, семья уже истощена, ресурсы их истощены, и моральные, и материальные. И вот тут, если мы будем, скажем так, вестись на поводу у этой ситуации, то мы не сможем оказывать помощь ни этому ребенку, ни остальным. Мы все-таки за системность, за подход, который прописан у нас, скажем так, в наших программах, и просто делаем то, что мы должны делать. Вот нужно сейчас товары первой необходимости этой семье обеспечить на такой-то период. Мы это делаем, ну вот условно говоря. А нужно собрать деньги. Мы открываем информационную кампанию и сбор средств. И стараемся помочь в моменте. Мы сказали о том, что фонд существует больше 10 лет. С какими проблемами он сталкивается сейчас? Вообще есть ли какие-то проблемы у фонда волонтеры детям? Проблема есть. Бессловно, это кадровая проблема. Не хватает людей, не хватает рук? Не хватает людей. Особенно, да, в направлении коррекции, где мы, где нужны высококвалифицированные психологи, клинические психологи, дефектологи. То есть такие профессии, это сегодня штучный товар, тем более хорошего, высокого уровня. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы у нас такие кадры были. Поэтому, если, может быть, из зрителей кто-то обладает желанием и квалификацией нужной, пожалуйста, обращайтесь в наш фонд. Мы с радостью рассмотрим такую возможность в вашем участии в наших проектах. Тем не менее, фонду оказывается в том числе и государственная поддержка, и вы получили грант. Расскажите, впервые ли вы получили грант, за что он был получен и, соответственно, куда пойдут средства? Вообще большие деньги? Сейчас это уже пятый грант от фонда президентских грантов на сумму около 8 миллионов рублей. Расчетная стоимость проекта более 11 миллионов рублей. Проект называется «Коррекционный патронаж детей с ментальными нарушениями». То есть, ну, это то, про то, что я говорила ранее. Это дети от 2 до 10 лет с нарушениями, с дефицитными функциями какими-то. Не обязательно с инвалидностью. То есть, мы помогаем, как я говорила, на этом этапе. Это очень важно. В приоритете участие семей, то есть первые, кого мы возьмем, в июле открывается набор. Первые, кого мы возьмем, это дети, которых родитель воспитывает один. И семьи, где два ребенка с инвалидностью. Вот так у нас записано в критериях. Мы берем детей на год. Проект рассчитан продолжительностью годовой. И, конечно, детям будет оказываться такой комплекс услуг. Это занятия с логопедами. Вначале, конечно, это диагностика. Входная диагностика по завершению проекта, итоговая диагностика. Где мы смотрим, как мы помогли и помогли ли ребенку за этот год. Для нас это очень важно. Это такие метрики, которые показывают качество нашей работы и качество изменений у конкретного ребенка. А вообще много детей в регионе, которые нуждаются в такого рода помощи? У вас много участников? Вы знаете, участников у нас много. У нас раньше были проекты, где мы работали со стадиями одновременно. Но теперь мы поняли, что хотим сконцентрироваться на меньшем количестве, чтобы оказать им больший объем помощи. И как можно больше эта помощь отразилась на этих детях. Как можно больше функций мы исправили. Или развили какие-то функции. Внимание, коммуникацию, речь. То есть все, что необходимо для полноценного нахождения в социуме. Вообще такие гранты – это действительно реальная помощь для фондов в нынешних условиях? Конечно. В этот раз был очень большой конкурс. И мы, можно сказать, повысили проходные баллы. Фонд президентских грантов. И сейчас, по нашим прикидкам, победил каждый 13-й проект. То есть конкурс очень высокий. Конечно, это реальная помощь. Потому что у нас субсидия порядка 4,5-5 миллионов от местных региональных властей. А здесь грант, который порядка 8 миллионов. Ну и, конечно, наши партнеры, бизнес, который помогает нам, люди, которые присылают деньги. На наш сайт можно посмотреть. У нас есть лейка, у нас есть данные, куда сейчас конкретно можно направить средства, кому помочь. Что, в первую очередь, сейчас требуется. А если хотят помочь обычные люди, куда им обратиться? Есть ли вообще такая возможность? Конечно. Вы заходите, пожалуйста, на сайт волонтеры детям. Он выходит в поисковике волонтеры детям Калуга, в поисковике в первую очередь. И вы попадаете на наш официальный сайт. Также есть страница ВКонтакте. Она верифицирована. То есть мы подтвердили, что у нас фонд серьезный, работает долго, на системной основе. И также там можно увидеть все координаты и все наши новости. Спасибо вам большое за развернутые ответы, Екатерина. Мне лишь остается пожелать вам удачи в вашей работе. А нашим телезрителям беречь детей. Это была программа «Интересно». До свидания. Интересно. Интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...